Майя, добрый день! Очень приятно с вами встретиться здесь в Сакраменто. Насколько я понимаю, у вас очень довольно такая интересная судьба, как женщины, как христианки, как матери, супруги и вообще как активной какой-то деятельницы в... Социальной деятельности. Да, социальной деятельности в нашем обществе, в том числе и среди христианского сообщества здесь в Сакраменто. Просто расскажите немножко нашим зрителям о себе, вот чуть-чуть вашей биографии. Расскажите, чем вы занимались до приезда в Америку, может быть, чем вы здесь занимались или занимаетесь. Познакомьте вас с нами. Добрый день, Руслан, и добрый день все, кто нас слушает сегодня. Я вновь приветствую вас, потому что очень многие знают уже меня, а кто не знает, очень приятно будет познакомиться. Я родилась в Казахстане и жила там до переезда, эмиграцию в Америку. В 2007 году, когда мне было 40 лет, я переехала в Америку жить. И я выросла одним ребенком в семье, и детство мое было очень безоблачным. Никто меня не обижал, я был один ребенок в семье, я не познала, что такое братья старшие, знаете, есть такая битва между братьями родными. У меня двоюродных, очень много братьев, сестер, мы дружим, общаемся, семья была очень дружная. Моя мама с многодетной семьей, 12 детей у них, моя мама третья была ребенком. Папа с семьи, где пятеро детей, оба родом с Украины. Мама из Львовской области, а папа из Ровенской области. И часто мы ездили на Украину на летние каникулы. И я помню себя в детстве очень счастливым ребенком, таким любвеобильным. У меня был какой-то свой такой розовый мир, который однажды рухнул. А что произошло? Ну, я замечать стала, что, будучи ребенком, я стала замечать, что я мысли не так, как другие. Я стала замечать, что я более чувствительная, более милостливая, жалостливая. И как-то удивлялась некоторым проявлениям друзей своих во дворе. А когда выросла, жизнь сняла с меня эти розовые очки. Я начала встречаться с такими проявлениями жестокости со стороны, особенно мужчин. И дальше жизнь, в общем-то, привела меня к тому, чему я совершенно не ожидала в своей жизни. Хорошо. К чему вас привела жизнь здесь уже, наверное, в Америке? Ну, жизнь в Америке вообще открыла мне новый мир, который я бы назвала похож на фильм ужасов. Семейный очаг я держала очень хорошо, я была верующая. Но эта ситуация полностью разрушила как меня, как мою жизнь, и также повлияла на моих детей. Это была трагедия. И я не знала, как дальше жить. И вот это событие привело к ряду других неприятных событий, которые чередой ворвались в мою жизнь и сформировали сегодняшнее настоящее, кто я есть. Мне пришлось пройти этот сложный путь, но я его победила. Победила благодаря Богу, его присутствию в моей жизни. И я много узнала для себя, много открыла для себя. Кто такой Бог, убедилась в Нем, утвердилась в Нем, что такое церковь, что такое люди и кто такие люди. И что такое добро и зло, и что такое белое, и что такое черное. И, в общем-то, попав в этот круговорот событий, для меня непонятных и очень сложных, я сформировалась, в общем-то, как я думаю, что в человека как бы социального, влиятельного. И вот этот авторитет и влиятельность дал мне сам Бог. То есть я бы, наверное, не смогла сложить все слагаемые, чтобы получить какой-то положительный результат. Вот. Ну что? Хорошо, спасибо. Я, насколько понял, из вышесказанного, вы пережили, вы находились в церкви, вы человек верующий. И вы пережили развод, насколько я понимаю, да, в семье такое сложное время. И вы вышли из этого. Насколько вы сейчас чувствуете, либо знаете, распространена проблема развода в христианских семьях. И насколько велика проблема. Вот сейчас мы находимся, допустим, в таком периоде карантинном. И как бы многие остаются дома, начинают нервничать, вспыхивают. И происходит тоже домашнее насилие, возможно, обращение в полицию. В христианских семьях, насколько велика проблема вот этого насилия, сексуального насилия, домашнего насилия, насилия и разводов, побоев семьи. Ты задал вопрос не в бровь, а в глаз и попал в десятку. Для меня выглядит так, что, наверное, так, если меня покрутить и пальцем кнуть, то я попаду именно в семью, где происходит насилие. Для меня это процент велик. Но я вернусь вот к теме, которую я затронула в разговоре. Что для меня открыла Америка? Для меня Америка открыла новый мир и новый мир религии, куда я окунулась и попала именно в насилие. Я познакомилась впервые с темой насилия. Домашнее оно или не домашнее, это разницы нет. Я познакомилась такой с огромнейшей проблемой. Насилие. И стала экспертом в этой сфере. Получилось так, что через череду всех своих неприятностей Бог сформировал меня как эксперта в этой области. Я сама прошла через насилие. В Америку я попала после своего развода. Все-таки после долгих моих усилий муж ушел к другой женщине. Она стала колдовать. Это тоже влияние я пережила. Как колдовство влияет на отношения людей. И я поехала в Америку, потому что меня пригласил человек, который презентировал себя служителем Божьим. И по наивности своей, которая была с детства, вот еще осталась у меня эта наивность, доверчивость людям. Я приехала, но попала совсем в другой мир. То есть я уточню, вы вышли замуж за американцев? Я вышла замуж за гражданина Америки, но... За пастора кого-то, который в Америке живет, да? Ну, знаешь, вот честно тебе еще скажу, что мне не хотелось бы эту тему общественно обсуждать, потому что это уже все в прошлом и очень много боли. На индивидуальном уровне я могу рассказывать об этих секретах, что происходит за закрытой дверью дома. Но почему это происходило, теперь я понимаю женщин, которые сегодня... Вот вернемся к твоему вопросу, который ты задал сейчас. Поэтому я понимаю женщин на 100%, что в реальности происходит. И в христианстве, как в религии... Для меня христианство — это вид религии. Для меня христианство не связано с верой в Бога. Бог есть Бог. И бесы веруют, и трепещут, и люди веруют, и атеисты веруют, что его нет, или он есть. То есть это кутерьма вопросов. Но есть Бог, который любит людей, который сотворил их. И для меня вот это стало, как бы сказать, ревностью за женщин, за все поколение женщин, которая просто погибает под неправильным преподанным учением в церквях. Я не говорю о всех церквях сейчас. Поэтому кто смотрит нас, пусть понимают, о чем я говорю. Хорошо. Вы можете без имен привести какие-то примеры, шокирующие насилие в христианских семьях? С чем вы сталкивались лично? Может, вам звонили, обращались женщины? Мое служение длится очень много лет. Сначала я служила в одной сфере, потом оно перетекло плавно в другую область, именно по домашнему насилию. И мне пришлось открыть центр восстановления женщины, потому что насилие разрушает женщину настолько сильно, что женщина становится никем. Как бы если взять шкалу измерений, есть ноль, да, от нуля идет плюс, вверх шкала и вниз. То женщина где-то, если взять с минус 10, ее надо восстановить хотя бы до нуля, что она человек, а потом уже восстанавливать дальше. И, к великому моему удивлению, это происходит в церквях, в поместных церквях. Вот, поэтому пересмотрела я, сформировался мой образ, мои веры и здравого смысла. Я вижу, что вот это насилие приведут, конечно, очень много примеров сейчас, но я вижу, что как бы вот почему это происходит в христианских кругах, меня это очень удивляло. Вот самый вопрос, почему так происходит? Вот сейчас объясним, почему, да? Мы объясним, почему. А сейчас я приведу примеры. Женщины обращаются ко мне практически каждый день. У меня только лимит физический во времени, что я ограничена 24 часами в сутки. Невозможно просто физически все это рассмотреть, все это разобрать, помочь всем. Поэтому, кто имеет в сердце отзыв, откликается это, пожалуйста, подсоединяйтесь к моему центру восстановления, который называется «Исцеляющая соль», «Healing Salt». Вы, если чувствуете себя там реализованным и нужным, пожалуйста, можете звонить, обратиться, как помогать в служении, или вы сегодня находитесь в домашнем насилии. Я сейчас вообще с тобой говорю, мы собрались с тобой не по поводу говорить о насилии за весь мир. Мы именно конкретно, я лично говорю о насилии в церковных кругах, которые называют себя христианами. Я не о мусульманах, не о буддистах говорю, а о христианах. Вот такое моё служение. В христианских кругах происходит много домашнего насилия. Почему? Потому что заведомо женщине присвоили номер два. Так почему-то открылась им Библия. Если мы возьмём даже книгу «Бытия», будет совершенно другая история, если рассмотреть её со здравым смыслом и разумом. Но почему-то о женщине изначально присвоился номер два. Потом на неё легла вся вина и проклятие Евы. Она всегда во всём виновата везде. А Христа вроде как будто бы он и был, и не был у них, получается. Что Христос оправдал, простил, непонятно. Ну и причём ещё тут подвязался один герой христианской веры, апостол, который вдруг сказал, что женщины домолчат или ещё что-то. Я извиняюсь, за этим Христос был мужчиной. Христос был мужчиной. Ну да. Не женщина спасла нас, а мужчину. Вот. И в общем почему-то теория такая получилась. Женщина никто, звать её никак, её можно насиловать, с ней можно поступать как хочешь. И само по себе насилие, чтобы вы знали, можно одним словом назвать насилие, но это как-то размывчато. И женщина не понимает, то ли он её ударил, он её любит, или это всё-таки насилие. Бьёт, мужик любит. Да. И тут такой дилемма восстаёт. И забыли почему-то, что Бог предназначил женщине такую любовь, как Христос возлюбил церковь, предал себя за неё, питает, греет. Женщина находится под защитой мужа, Христа, потом Бога. А тут получается такая картина, которую я вам сейчас вот несколько примеров, с позволением Руслана, приведу примеры. Это я называю фильмы ужасов. Допустим, семья. Женщина, 37 лет в браке. Бесконечно, из-за ревности или не из-за ревности. Я эти сферы даже не беру. Какие причины? Для меня причина бежать и оскорблять женщину нет. Но насильник находит эти причины. И, в общем, бьёт в лицо. Бьёт так, что женщина теряет сознание, увозит в скорую. Выбиты зубы, поломана челюсть, поломаны в итоге за 37 лет жизни фаланги пальцев. Женщина несколько раз лежала в госпитале. Поломаны рёбра. И постоянные-постоянные синяки. И как вы думаете, как решается этот вопрос на уровне церкви? Как ты думаешь? Наверное, пасторы говорят, замолчать проблему. Да, вот удивительно. Мне эта сфера, в общем-то, непонятна. Подчиняйся ты, как говорится. Да, прости. Смиряйся. Вот, да. Смиряйся, терпи. И у меня здесь вообще, как бы, большой вопрос. У меня, я извиняюсь, тоже большой вопрос. Это, кстати говоря, очень присутствует среди наших советских или постсоветских церквей. Они взяли эту захваску. И у меня большой вопрос к вам, как к женщине, которая это прошла. Ваше мнение, почему женщины, именно советские или постсоветские женщины, они очень терпеливо и терпимо относятся к насилию, в том числе и в церковной среде? Вот почему мужчина-мошенник, мужчина-преступник более героически рисуется воображение, наверное, женщины, что она готова все терпеть с его стороны, что ли? Какое ваше мнение? Наверное, почему женщина терпит, да? Почему женщина нет по лицу, не заявляет, не рассказывает где-то, какие-то группы женские вступают, ассоциации, по крайней мере, молчит и терпит. И даже более того, прощает этого беззаконника? Женщина не молчит, скажем так, она не молчит, ее заставляют молчать в церкви, потому что она в первую очередь, как христианка, обращается к властям церкви, церкви не знают, что с этим делать, и, естественно, самый легкий путь страхом запугать женщину, она и так в страхе находится, перед физической силой мужчины. Если мужчина тебя бьет кулаком в лицо и в голову, мне кажется, что-то происходит, наверное, в мозгах. Я в этом плане не знаю, со мной такого не было. У меня было другого вида насилия, физического не было проявления, насилия много. Но мне кажется, что-то происходит на ментальном уровне, и когда женщина нуждается в защите, ее никто не защищает. Естественно, она чувствует себя жертвой, и, может быть, какой-то склад такой не образован, ну, как бы невысокий уровень или невысокий уровень интеллекта. Может, низкая самооценка? Низкая самооценка, естественно, да. Вот. Есть же такие женщины, что они даже не позволят себя пальцем тронуть. Возможно, так складывается. На это сложно найти ответы, честно говоря. Я теряюсь. Почему? Женщины, скорее всего, я хочу у вас спросить, почему вы это допускаете? Это настолько абсурдно, это настолько противоречит Божьему учению, Божьему плану. Бог... Ну, вот я представляю, да, приходит Бог и бьет всех в лицо. Ну, как-то для меня Бог... Особенно женщины. ...не ассоциируется с этим... Бог не... Со словом «любовь» это не ассоциируется. Бог... Тут же говорят «Бог есть любовь», тут же страхом каким-то спасать. И так, любовь или страх? Надо разобраться. Все-таки удар в лицо – это любовь или это все-таки насилие? Насилие проявляется в некоторых формах и имеет определенные стадии. Как правило, насильник, он все время обвиняет женщину. Женщина всегда в чувстве вины. Он ее ударил, потому что вот так вот так. Неправильно подогрела еду, неправильно подала еду. Ты задержалась на работе, ты слишком флиртовала, улыбалась другим мужчинам. То есть он всегда ищет причину своему удару. Я считаю, что нету ни одной причины, чтобы обижать женщину, что бы она ни сделала. Но мне кажется, уже наши христианские женщины дали пять с плюсом хороших жен всех. А со страху, наверное, да? Они все хорошие жены. За что их еще бить, я не понимаю. Ну и в любом случае, как бы женщина себя отвратительно не вела, мужчина физически сильнее, он не создан, чтобы избивать женщину. Он не уважает себя, не уважает женщину. И вот как бы, знаете, вот я, если была бы в позиции мужчина, как я не представляю, взять набить женщину, она вся в синяках, отошел, а потом, знаешь, пойдем в спальню, поговорим с тобой, люби меня. Для меня это не вкладывается, то есть я человек здравого смысла. И вот что я вижу, отсутствует здравый смысл. Христианство принесло отсутствие здравого смысла. Все настолько перевернули, перевернули картину самого Бога, перерисовали, учение Христа, любви перерисовали, запугали народ, народ находится в страхе весь, в запугивании, плюс какая-то еще финансовая вот эта, как сказать, бизнес какой-то с Богом устроили, знаете, вот. И тут же вытягивают деньги из этих же женщин, которые приходят в церковь. И тут как бы церковь не выступает защитником. Женщина мало того, что в семье насилуема, еще и в церкви не защищена. Куда уже? А, знаете, в полицию подавать, это же вообще смертный грех, но мужа на насильника в полицию подать. Ты же прощать должна. Вот у меня всегда вопрос восстает. Я вот еду, у меня мысли о женщинах. Я спать ложусь, у меня мысли о женщинах. Как? Почему? Почему вы не восстаете? Почему вы не бунтуете против этого безумия просто? И моя мечта увидеть вот это здоровое поколение женщин. Элементарно здоровое поколение женщин. Вы такое же творение Божье. Бог вам дал силу, власть, влияние, но точно не быть избитыми и изнасилованными. Ну, а источники, как информационные, все всем открыты сейчас. Если раньше было сложно книжку купить, сегодня вы на интернете можете найти любую историческую книгу, прочитать исторические факты. Ну, уж книжек не хотите читать, ну, так поговорите с Богом, Он недалеко, Он в ваших мыслях. Зачем Он вас сотворил? Сто процентов, чтобы не быть жертвой, чтобы вас не бил муж. Особенно тема служеб в служителях пошла. Почему они прикрывают? Потому что сами служители участвуют в этом. Сейчас выявлена группировка преступников, миссионеры ездят в Африку. Прекрасная почва, казалось бы. Кто-то едет в Африку спасать этих людей, которые червяками покрылись, воды не видели питьевой, не знают никакой цивилизации, а кто-то едет целенаправленно как бы собирать этих девушек и принуждать их к исполнению своих сексуальных потребностей. Мне кажется, это уж совсем мерзко, низко. Ну, а наивный народ опять же жертвует деньги миссионерам. Такие факты выявлены. И слава Богу, что сегодня женщины начинают понимать, начинают звонить и сообщать. То есть эти факты выявлены. Также очень много детей служителей, допустим, пользуясь властью в церкви, сексуально домогались женщин. Женщины подверглись сексуальному насилию. И, допустим, даже вот есть случай, когда сын пастыря, он отсидел за изнасилование девочки, 13-летней. И когда освободился, оказалось, что он стал как бы женихом на расхват, потому что сын пастыря. Настолько вот эта паства, она запугана статусом пастыря, что это такой важный человек, поместник Бога на земле. Это я так уже, конечно, как бы приукрашиваю или как говорю, что, ну, очнитесь, народ. И вы как бы, как становится таким завидным женихом. Этот человек, отсидевший 10 лет, изнасиловавший 13-летнюю девочку. И у никого даже мысли не возникает сказать, что да неважно, чей ты сын, как бы ты мне не нужен. А тут прям очередь невест выстроилась. И выдают замуж практически как бы насильно девочку, у которой нет матери, один отец. Отец при пастыре стоит якобы служителем. И что происходит? Изломанная судьба девушки этой, сейчас она уже женщина, на протяжении многих лет он насилует ее, насилует детей. И церковь настолько покрывает этого преступника, что женщина на грани самоубийства. Естественно, я приложила, хорошо, что уже в тот момент я была, как бы уже служителем в этой сфере, и я помогла ей. И нашлись люди, которые здравомыслящие. Слава Богу, мы не одни, я не одна такая. И голос, вот этот наш голос, уже доходит до женщин, которые сегодня в насилии. Также приходит депрессия, разочарование. Женщина полностью потеряна. Она не способна принимать решения. Поэтому я даю образование женщинам. То есть консультацию, чтобы классы составила, программы составила, чтобы женщина начинала понимать хотя бы от минуса 10 довести до ее до нуля. Вот такие истории. Другой у нас миссионер, я тебе делилась, да, до эфира нашего делилась. Великий миссионер поехал на Украину и до сих пор ездит. Ну и естественно, женщины что? Мужья пьют. В основном кто же в церквях? Женщины там 15-30 прихожан церкви, кто из них большое количество? Женщины. Почему женщины? Потому что мужчины, не найдя себя тоже, куда? В алкоголь, выпить, там работы нет, не могут найти себя тоже. И женщины жалуются, помолитесь за мужа, да вот пьет, да она работает, и детей тащит, и мужа тащит. Добрый пастырь что делает? Идет домой помолиться за мужа. Муж пьяный, спит. Пастырь чай попил, ну и ребеночка сделал. Какая прелесть, правда же? А потом, когда женщина говорит, что я беременная от тебя, он начинает применять свою власть. И все это рисуется по тем, что жертва насилия оказывается виноватая, и еще она оказывается лшот на великого помазанника-служителя, как бы оклеветала его. И когда возникает вопрос, так сдай ты с ДНК, если она клевещет, пойди, если ты честный, пойди и сдай ты с ДНК. И все вопросы снимутся. Все тогда общенародные признают, что женщина лжет, а ты прав. И все тебе тогда поклонятся, скажут, извини, да действительно служитель был, а она тебя оклеветала. Но почему же он прячется тогда от сдачи теста ДНК? Если я чиста, я пойду на этот вопрос, пожалуйста, садите меня и следуйте, я чиста в этом вопросе. Поэтому легче тогда женщину облить грязью, оставить с ребенком. Ребенок растет без отца. Естественно, ее совесть судит и мучает. Она бесконечно всю жизнь на протяжении 20 лет кается, кается. А в чем она, бедная, кается? А потом он давал ей деньги на аборт, чтобы она сделала аборт. Потом она позвонила его жене. Потом он заставил ее при жене извиняться, что она солгала, оболгала его, запугала ее. Я великий пастырь-служитель, а кто ты такая? И она солгала. И потом еще грех ей прибавился, уже ее совесть судила. Почему она солгала при жене? И вот этот круг закручивается. То есть жертва всегда без вины виновата. И еще одна прекрасная, как бы прекрасный ярлык, что женщина, которая хочет рассказать о насилии, которое происходит за дверями, но никто же не знает, и все ее рассказы служителя переворачивает в то, что она сумасшедшая. Сейчас вот у нас девушка есть тоже в Сиатле. Тоже такая же проходит домашнее насилие. Когда начинают служителям обращаться, служители говорят, мы тебе в психушку сдадим. Мы тебе сдадим в психушку. Вот у меня возникает такой вопрос. Дорогие пастыря, вот вас бы собрать всех, вот кто вы вставали на сторону защитника и игнорировали слезы женщин, которые избиваемые, вас собрать, пригласить ОМОНовцев больших, которые в 4-5 раз больше физической силой, всех вас избивать, избивать, избивать несколько месяцев. И потом еще и сексуальное насилие к вам применить. Как бы вы реагировали на это? Кто бы Бог был в ваших глазах? Как бы вообще вы смотрели на все это? Почему именно позволяется вот такое отношение беспощадное к женщине? Неужели в такого Бога вот верят пастыря? Я просто вот допустим сейчас больше и больше удивляюсь. Я думала, это знаешь, как одна история, ну нечаянно прошла, знаешь, вторая, ну со мной, я сама боялась об этом говорить. И причем насильник угрожает. Насильник всегда угрожает, я тебя убью. Иногда используются животные, при этом он берет домашних котят, многие женщины рассказывали, берет котенка, душит котенка, котенок визжит, и он говорит, я с тобой точно так же сделаю. И кстати, дорогие женщины, это к вам информация. От домашнего насилия женщин погибает больше, чем от автокатастроф. На 40 процентов. Это о чем-то говорит. И домашнего насилия жертвы увеличились именно в пандемию. Почему? Потому что по таким обстоятельствам оказались дома, и тут уже как бы, как сказать, уже все вылезло наружу, и 4 жертвы было вот у нас за последние 2 месяца в нашем штате. В Калифорнии было 4 жертвы убийства. Дорогие женщины, я хочу вам сказать одну вещь. Кто имел время со мной на консультацию, или кто обращался, или кто до сих пор сегодня жив, вам просто крупно повезло. Конечный итог, если вы жертва, и конечный итог домашнего насилия, всегда убийство. Насильник – это агрессор, и это убийца, изначально имеющий в себе семя сатаны, который является от начала человека-убийцей. И вы играетесь с этим, вы его прощаете. Я не говорю о том, что не простить, но, извините, я тебя прощаю, но я с тобой дело больше иметь не хочу. Я вообще вас всех давно простила, если что, да, но есть прощение, есть оправдание. Да, я тебя прощаю, но ты подлежишь суду за то, что ты сделал. И судья пусть решает, оправдать тебя, помиловать или дать тебе какое-то наказание. И здесь женщин, вот прям, знаете, от неведения гибнет народ, это точно, да. Женщин принуждают прости. Ты же христианка, ты не должна в суд подать. На днях я слышал такую историю, опять же, где-то здесь в американских славянских церквях она произошла. Мне рассказали, что где-то на севере Америки вот происходило в семьях такое вот смешение, скажем так, сексуального характера. То есть дети занимались несовершеннолетними друг другом, сексом, и родители, то есть групповуха такая, скажем так, да. Как бы встречались ли вы с такими ситуациями? Это в христианских кругах или в миру? Нет, это в христианских. А, в христианских? Может быть, юта, не знаю. Там такое частенько встречается. Ну, конкретно ваш случай, о котором вы говорите, я его не знаю. А то, что происходит в семьях, которые я знаю, это не один случай. Это очень распространенный случай, потому что в христианстве в одно время принято было контролировать деторождение в семье. Якобы женщина спасается этим, да, чадородием. И не секрет, что это многодетные семьи христианские. От 5 до 12, до 16 детей. И опять же, я не говорю о всех. Я говорю о том, что происходит, когда присутствует домашнее насилие. И девочка и мальчик развиваются до определенного уровня с одним составом гормонов, то есть один и тот же набор. Потом в определенный возраст, подростковый период, приходит перестройка гормональной системы, и человек переформировается больше в мужчину, мальчик, а девочка больше в женщину. И в этот период созревания идет сексуальное влечение. И очень частый случай дети, мальчики, естественно, видя бесконтрольность, потому что мама не может уследить за всеми детьми, они пытаются свои сексуальные потребности восполнить на своих сестричках младших. Естественно, я знаю очень много случаев, могу остановиться на пару случаев, когда один юноша занимался сексуальными отношениями со своей младшей сестрой и потом с другой на протяжении многих лет. И все было бы ничего, но он женился, и сестры вздохнули. Естественно, здесь присутствуется опять запугивание, страх, то есть девочки боялись рассказать. И когда он женился, ушел из дома, казалось бы, конец истории, девочки вздохнули. Но через полтора года он пришел в дом родительский и опять подвергнул насилию одну и другую. И здесь одна из сестер позвонила в полицию, и он был взят сразу с поличным за совершением сексуального преступления над своими же сестрами. Изломанные судьбы, трагические судьбы девочек и этого парня. Парень отсидел свой срок, жена осталась беременная. Казалось бы, почему не предотвратить это? Есть специальное обучение, также у нас мы преподаем, есть организации, службы, преподаем, как предостеречь девочек от того, что к тебе домогается твой ближний человек, то есть брат. И это не единичный случай. Мальчики даже элементарно, пусть это даже не произошел полностью полноценный сексуальный акт, но когда мальчики позволяют себе трогать зоны интимные для сестер или еще что-то наподобие производить, все равно это ранит и приносит трагедию в жизнь девочек, они потом неполноценные. Также есть случаи, когда отчимы, допустим, отчимы домогаются девочек. Я знаю одну семью, такой у нее у самой уже семья прекрасная, муж-пастор, ей 42 года, она до сих пор просыпается ночами в кошмаре и кричит и в холодном поту, когда вот этот мужчина лезет к ней. Настолько вот влияет на психику женщин, и каждая же все-таки индивидуально переносит это, но есть совершенно непоправимые ситуации, когда очень сложно исцелиться женщине. А естественно, женщина, она источник жизни, она несет новое поколение, какие там судьбы, она же свою боль и вот эту трагедию духовную переносит на все свое поколение детей новых. Почему-то здесь пастора не несут ответственность, здесь ответственность женщин за самих себя. Кто из пасторей пришел и помог вам? У меня вопрос. Просто поразмыслить и воспитать ваших внуков, детей, кто участвовал. Значит, сказать, терпи, молчи, как у нас было мероприятие одно, и мы, по-моему, называлось это encounter, да, и было молодежное мероприятие, и мы заметили, что девочка одна, она как-то себя так немножко неадекватно ведет, как бы пытается скрыться, что ли, от всех, и все заметили это, и позвали ее на общение в кабинет индивидуальный. Что-то у тебя происходит, ты как-то выглядишь немножко замкнутой, как бы запуганной. Она сначала нет, нет, хорошо говорила, потом открылась, заплакала. Папа несколько лет уже, ей 16 лет было, несколько лет уже принуждает ее к сексуальным отношениям. Их 8 детей в семье. Естественно, когда все это вскрыли, убедили ее, что молчать не надо, рассказали маме, пастырям, позвонили в эту церковь, дело покрыли, все шито, крыто, все хорошо. А у меня вопрос. Вот я до сих пор, это было несколько лет назад, а я до сих пор думаю, что с этой девочкой? Какая жизнь у нее сложится? Кто позаботится сегодня о ее счастливой судьбе? Подождите, не должны ли вы сообщить в полицию? Это же строго нельзя. Авторитет церкви. Даже если человек, насколько я знаю, даже если пастор, насколько я знаю, к нему приходят таким вопросом, он должен обратиться в полицию. Пастор должен обратиться. Я вам скажу один секрет. Хочешь секрет, расскажу. Звонить должен не пастор в полицию, а звонить в полицию должна сама девочка. Именно прямо в момент горячий, когда совершено преступление, когда можно взять анализы и тесты, и будет это уже доказательство, как ты говоришь, доказательство, это факт, доказательство. Факт есть факт, но доказательство нужно. Доказательство неоспоримая вещь. То есть человек пойман с поличным. Вот это самое мудрое решение. После драки кулаками не машут. Потом уже начинаются разборки. Естественно, это все легко покрыть. Но драгоценные девочки, девушки, женщины, я знаю сегодня, в одной церкви, у нас в Сакраменто, служителя позволяют себе домогаться до прихожанок, потому что прихожанки, они разные. Есть фигуристые, есть красивенькие такие, очень такие девушки, да, формы я имею в виду фигуристые, которые привлекают взор мужчины. А на свою жену-то уже не интересно смотреть, он ее превратил в матрешку. Она ему нарожала много детей, ходит в платочки, макияж не делает, мудрости нету, отсутствует и не просит у Бога мудрости. Ему она неинтересна уже сексуально. Естественно, прихожаночка, она выглядит помоложе возрастом, выглядит хорошо. И, естественно, у мужских возникают сексуальные тяги. И, ну почему бы не использовать свое положение? Правда же? Ты же служитель. Это та же история библейская повторяется, да? Пророка Илия, сыновья, как они женщин насиловали при храме. Когда мы недавно разговаривали, один человек говорит, почему ты говоришь, что они женщин насиловали? Может быть, женщины сами приходили туда? Я говорю, excuse me, плохо Библию читаешь. Там именно написано было, что они совращали женщин. Не женщины пришли в храм попкой повилять. Я верю в чистоту и сердечность женщин. И хочу сказать свою личную историю. Стыдно немножко, но раз мы уже завели этот разговор, как говорится, то придется сказать одну историю. Когда я разговаривала с одним религиозным деятелем и сказала о своем призвании ему, что Бог меня призвал быть евангелистом на весь мир, он так посмотрел на меня. И вот как ты думаешь, что он мне сказал? Не знаю. У тебя уже идей нет? Нет. Ответ был просто шокирующий для меня в тот момент. Сегодня уже меня это не шокирует. Но в тот момент, 13 лет назад, когда я приехала в Америку, я аж думала, как бы в Америке, сейчас увидят мой дар такой, проповедовать, говорить. Я была очень ревностной о Боге. и он когда посмотрел на меня и сказал, ну типа не распыляйся, не трать свою жизнь понапрасну, потому что тебя в Америке здесь ни в одну сцену не пустят, ни на одну сцену не выпустят. Я говорю, почему? Он говорит, ну ты что не знаешь? Я говорю, нет. Ну я же думал, Бог призвал, а он мне ответ такой дает. Ну понимаешь, Бог тебе дал большие сиськи. И Бог не творит христианок с большими сиськами, а говорит, сделал тебя для... Я говорю, как? А для чего? Бог тебя сотворил для того, чтобы ты была проституткой. Дорогие друзья, мне было 42 года, я была авторитетный человек в своем городе, у меня был бизнес, у меня трое детей, и меня Бог призвал на служение. Бог со мной в то время говорил четко и понятно, говорил, я знала свое призвание, знала, что буду делать. Но ответ этого служителя в Америке, он меня просто, как сказать, удивил. Но в тот момент я сильно, как бы даже внимания на это не обратила. Почему не знаю, что-то было не так, потому что я еще не столкнулась вот с тем насилием, что происходит за закрытой дверью. А когда уже я узнала насилие, сегодня уже, я просто смеюсь над этим, как бы, да, и я понимаю величие Бога. И многие мне хотят тоже закрыть рот. И говорят такое прям, вот через тебя боль, говорит. А через тебя что говорит? Слушай, конечно, боль говорит. Боль не говорит, а кричит. Боль не за себя, не моя боль. Моя исцеленное сердце, а боль за женщин, которые сегодня мы с тобой сидим в хорошей комнате, пьем кофе, чай. А кого-то сейчас насилуют, кого-то сейчас избивают. Кто-то сегодня на грани жизни и смерти. И страдает не только женщина, страдают дети. Прежде всего, это разломанные судьбы. Насильник тоже страдает. Я не думаю, что у него аллилуйя и радость в сердце, когда он избивает жертву. Мне кажется, эти люди тоже мучаются. А может быть и нет, не знаю даже. Насильники. Да, интересно. У меня, вы говорили о том, что такой пример привели, что вот когда у пастора, допустим, много детей, и жена стареет, и жена не наблюдает за собой, он обращает внимание на молодых прихожанок. И вот здесь получается такой соблазн, так сказать. Но у меня такой встречный вопрос со стороны мужчины. Я же мужчина, и у меня тоже есть какие-то чувства. Я тоже могу чем-то поделиться и замечаю. Я тоже замечаю проблему, кстати говоря, проблему в христианской среде такой вот сильной ангажированности либо религиозности самих же женщин, которые, опять же, не наблюдают за собой в смысле физическом, которые не применяют там, ну, никакие там, не то, что даже макияж, а вот просто не наблюдают за собой. В смысле там даже одежды, возможно, в смысле там физическом, возможно. И они очень сильно, у них крен выполнен в сторону религиозного экстремизма. То есть, молитвы, бог, в некоторых церквях там какие-то пророчества серьезнейшие, о пришествии, конца света, 666, в таком смысле ангажирны. Они не оставляют, по сути, своей семье и для своего мужчины, не оставляют какой-то романтизма, может быть, какой-то фантазии, чего-то другого. И, может быть, кстати говоря, многие, я не говорю все мужчины, есть разные мужчины, но многие мужчины религиозные, поэтому ищут проститутку. Поэтому идут в бар, допустим, либо ищут каких-то развлечений, спертиз, допустим. И думаете ли вы это, что часть вины также есть на некоторых, в таком смысле, религиозных женщин? Они отпугивают, по-самому деле, своим поведением. Ну, есть вам, дано физическая, физиологическая какая-то природа, вот привлекать мужчину, привлекайте. Я скажу это одним словом. Женщины, попавшие в религиозную систему, они потеряли женственность. Они потеряли свое предназначение. Они обезличены бывают? Да. Да, потеряли самих себя. Обезличивание – это потерять саму себя, то есть, что Бог имел в виду о тебе, как о женщине. Ведь он столько прекрасного вложил в женщину, а женщины просто взяли и это себе убили. Хотя бы ношением платков, отсутствие ухода за кожей лица, макияж легкий, признав это какими-то делами мира. Но ваше вот это отношение к своему храму привело к тому, что родилось поколение сексуальных насильников. Маньяж. Или порнография, это тоже один из кренов, эту тему мы еще не затронули, мы, наверное, серию с тобой откроем. О порнографии. У нас, кстати, в центре есть парни, которые занимаются выводом из порнографической зависимости. С 13 лет парни сидят на зависимости. Это особая тема. потом ты вот сказал такую вещь, что мужчины с возрастом, а я знаю, молодой пастырь сегодня молодой, он не может смотреть на свою жену. Он даже спит с ней в разных спальнях, объясняя с духовностью своей. Мне Бог откровения дает, он с книжкой, блокнотом спит, записывает. А жена верит в это. И якобы он спит, потому что вот Бог ему дал, он не хочет ее типа будить. А на самом деле он признался группе людей, с которой общается близко, что я позволяю себе это говорить открыто, потому что в Библии написано что сказано двоим, то сказано всем. То есть раз ты это говорил при публике людей, ты уже заведомо как духовный человек должен знать, что это будет распространено на всех. Написано даже царя не злослов в комнате, птицы перенесут небесное, поэтому я спокойно об этих вещах говорю. Я не считаю это тайной какой-то. Это обычная наша жизнь. Давайте говорить открыто и белое называть белое, черно-черным. И вот этот пастырь, знаменитый на весь мир сегодня, он открыл свою духовность, что он спит с блокнотом, а не с женой, что, честно вам сказать, у меня на нее не встает, потому что я, когда посмотрю на ее венозные ноги, у меня все уже, мне ее не хочется, плюс она очень поправилась. Дорогие мои, это проблема в семье. Сегодня этот пастырь, он знаменит на весь мир. Проблема в семье. Но он же мог бы, если он действительно духовный, он же мог бы решить эту проблему с женой, правда же? Сказать, дорогая, ты знаешь, вот действительно, я тебя настолько люблю, но с рождением детей что-то формы ты потеряла. Давай какое-то питание, тебе вместе спортклуб пойдем. Зачем вот эти вещи делать, лживость рождать, вот эту лживость рождать, что ты такой духовный, спишь с женой в разных комнатах? Я это не понимаю. Я для себя выбрала чистоту. Если уж святость, значит, ну святость. Святость это не придуманный какой-то невыполнимый ореол святости. Святость это чистота, разговор на чистоту, мысли на чистоту, правильно? А если у тебя уже тут какие-то мысли возникли непонятные, они как бы как запинающий грех, они вторую мысль родят, третью родят, и ты уже так далек становишься от самого себя и от Бога, что ты запутался во всем. И, конечно, это все надо что сделать? Прикрыть, да? Покрыть это надо. А покрываем мы все любовью за счет изломанных судеб прихожан. Все это любовью покрывается. И мне сейчас, ой, да что ты? Ой, как она постареет-то? Вот ты правильно, Майя, все говоришь. Ну, постаряй, это же все-таки служителя, да, служителя, ну, служителя сатаны. Давайте открыто скажем, что ты Богу не служишь, потому что Бог, Бог любви и созидания. Иисус пришел, трости надломлено не переломит, а курящего льна не затушит. То есть он настолько бережно относится ко всему. Когда я изучала, у меня в центре много проектов, и один из проектов восстановления тела, как храма, я очень много занималась этим вопросом. Стоит ли столько времени уделять своей плоти? Когда Бог ответил мне, что Он живет в храме, и мое тело, храм Духа Святого, Бог живет во мне, ответь сам себе на вопрос, нужно заботиться об этом теле или нет? Правильно же? Женщина. Я однажды в окно глянула, женщина, вот как ты говоришь, тут не только мужчина напугается ее. Мне кажется, многие мужья просыпаются, у них, мне кажется, кошмар в голове на такую жену глянуть. Смотрю в окно, идет женщина. Женщина, вы простите меня. Идет женщина. Что-то у нее на голове намотано, юбка длинная, из-под юбки, по-моему, ни туфли, ни ботинки, ни кеды, непонятно какая обувь, в юбке запутывается, кофта балахоном, ни макияжа, ни ухода за лицом. Я даже не могу определить, сколько ей лет. И она вот такой походкой идет, как танк, такой вот так вот идет. Боже мой, думаю, но она женщина, конечно, она женщина, но в кого она себя превратила? Я не удивлюсь, что у этой женщины муж будет сидеть на порнухе и смотреть на хорошеньких, молоденьких девушек. Но нельзя же так уже себя, а что это, что это, нельзя же так из себя пускать? Ну, религия, тебе там наговорили что-то, ну, свои-то, есть какие-то извилины в мозгах, ты же должна думать о чем-то. Пусть ваша религия юбочку, говорит Лина, ну, нормальную одень, красивую, ну, пусть платки вы там, ну, тащитесь от своих платков, я не знаю, в чем смысл там, духовности, конечно, никакой нет. Ну, если вас так запугали, ну, платочек красивый найди. Вот знаешь, вчера недавно зашла в русский магазин, они же все были закрыты, а тут открыты. Я на радости зашла. Захожу в русский магазин, и толпа женщин платочки выбирает, там, газовые, еле видные, там, у меня уже одна мысль, думаю, если ты ищешь платок, которого типа не видно на голове, зачем, в чем поинт вообще его покупать, да? Ну, окей, выбирают они, и я захожу и говорю, ой, магазин открылся, здравствуйте! И смотрю на всех этих верующих, улыбаюсь, там улыбки нет, мертвое лицо, вот такие глазенки, им с каждой женщиной, муж стоит, где-то, наверное, четыре или пять пар было, мужчина стоит, мужчины стоят и смотрят на это все, а жене ни до мужа, ни улыбки, ни жизни никакой в глазах нет, у нее две маленькие точечки, и только платки вот эти, вот так смотрят, смотрят, я постояла, постояла, помолилась за них, говорю, господи, ну, дай мудрости нашим женщинам, пожалуйста, тут не смешно, тут, конечно, плакать надо, но мне так хочется, я вот хочу долго жить ради того, чтобы пробуждать вот женщин к здравому мысли, к здравому смыслу, потом еще случай у нас есть, один пастырь, но он такой великий, он такой великий служитель, и меня все пугает, ты ж не можешь так на пастырей говорить, я говорю, могу, вот понимаешь, могу, он сегодня живет с любовницей, да, я не против его авторитета, но взялся ты за пастырем, будь пастырем, и это самое, живет с любовницей, и, конечно, как бы, ну, никто не знает, там несколько человек знают, и почему-то я становлюсь ужасом для всех, потому что я это говорю, а не ужас ли то, что пастырь ваш, куда вы несетесь, думая, что это бог там у вас, да, и ваш пастырь сегодня имеет любовницу, и еще пятерых, которые этот, вот этот делают, веер или что там, дует ему, чай подносят, как бы обслуживание, дом снимает отдельный, жена там живет, а жена думает, муж великий служитель, его никогда дома нет, вот, и ему отмазку-то легко найти, знаешь, он же служит богу, его нету дома, аллилуйя, она же там верная, жена, господи, благослови мужа, а муж отдыхает нормально в другом доме, и это пастырь, не то, что там три человека каких-то замученных ходят к нему в церковь, там нормальные люди ходят, ну, на вид нормальные, ну, что у вас в головах, зачем вот это все, для меня это непонятно, и ты спрашиваешь у меня, как это происходит в христианских, в кругах, так вот и у меня вопрос, как это все происходит, происходит, потому что вы, люди, это позволили, мы, женщины, это позволяем, я понимаю, что сейчас пришли насильно, меня скрутили, все там, избили, все, ну, как бы все уже, да, как вот Иисуса, римские солдаты взяли, скрутили, ну, воля такая, все уже, но когда ты добровольно отдаешь себя в жертву насилия, тебя твой муж по лицу бьет, что я могу сделать, и мне звонят, я говорю, рассказывают целую историю, 40 минут я слушаю, неохота перебить, все выслушать, и я говорю, а что вы хотите, чтобы я вам, как вам помогла, ну, вы знаете, я экономически зависую, он работает, он за дом платит, вы с ним поговорите, я такая думаю, ты мне сейчас 40 минут рассказывала о фильме ужасов, который происходит в твоем доме, который ты позволяешь, а я должна пойти и с твоим мужем поговорить, о чем, о чем я должна с ним поговорить, я разговариваю с вами, женщины, очнитесь, ваша жизнь, это не пейменты за дом, ваша жизнь, это ваша судьба, вот женщины есть, прожили с мужьями много лет, и нету детей, тут у мужа любовница, или еще что-то, какая-то, Вася, я понимаю, сложно расстаться, драгоценные, но решение за то, как сложится ваша судьба, и ответственность перед Богом, лежит только на вас, у ваша судьба изломана, вы не знали любви, только по одной причине, потому что вы сами этого захотели, вы сами это позволили, вот, сегодня очень хороший выход есть, взять сумму, и пойти, ну, в теплый штат, если вам здесь не нравится, в Калифорнии холодно, идите на Гавайи, лучше жить на улице, да, как говорится в Библии, лучше жить, как это, делить, напомни мне, хлеб со стаканом воды, но мир, чтобы в доме был, любовь, что ты обнялся со своим мужем, он твой, у вас чистота, любовь, и стакан воды, чем вот это вот, мыслы, теслы, дома, храмы ваши, вот эти дома, значит, пастор позволяет дом для семьи, держать еще и для любовниц, это вообще круто, мне, допустим, финансово очень сложно жить, финансовое положение, а кто-то позволяет себе много, но наша жизнь не зависит, и духовность наша не зависит от денег на наших аккаунтах, сегодня в церкви произошла подмена ценностей, и люди думают, Бог благословил, я с этим не соглашусь, понимаете, потому что очень многие люди, которые достойны Бога, которые действительно живут в святости, обычно живут на простом диванчике, спят, но люди действительно, можно сказать, святые, духовные, с ними есть о чем поговорить, они в здравом разуме, а то безумие, которое происходит в церкви, которое покрывает насилие, то это просто безумие, и опять хочу сказать оговорочку, не про все церкви говорю, возможно, в вашей церкви что-то есть для защиты женщин, хорошо, говоря о защите женщин, какой вот вывод можно сделать, что делать конкретно девушке, женщине, ребенку, куда обращаться, может вы как-то поможете, да, в нашем центре есть информационные услуги, я могу информационно вам помочь, но хочу вам сказать, звоните сразу немедленно в полицию, вы находитесь под защитой закона, еще в Америке есть закон по защите домашнего насилия, это ваш выбор, второе, не бойтесь, женщины находятся в страхе, что будет, как будет, как белый платить, ничего не бойтесь, вот, если не хотите быть убитой, ну просто чудо, вот я смотрю, как многих женщин избивают, это просто чудо, что она живая. Да, это я хотел бы напомнить, мы живем не в Советском Союзе, не в каком-то Казахстане, Узбекистане, где-то, Средней Азии, мы живем в Калифорнии, самая, говорится, современная, одна из современных частей света, и здесь и полиция вступится, социальные службы, опять же, ассоциации помогут. Много социальных служб, заранее женщины, если вы живете в домашнем насилии, если какие-то любые проявления, даже экономические, не обязательно бьет в лицо, экономическое, духовное, духовное насилие в церквях, вас там никто не бьет, вы сами добровольно себя даете духовному насилию, оставляйте эти общины, вы же имеете Дух Божий, разум, сравнивайте, исследуйте Писание, не так исследуйте, как чтобы погубить себя, исследуйте так, чтобы жизнь найти, живые источники там откопать, и духовному насилию, конечно, полицию звонить не надо, разбирайтесь сами с этим, но если вы подвергаетесь физическому или экономическому насилию, это тоже насилие, и вы можете обратиться в службы, заранее наберите на интернете, есть организация, Abuse Recovery Ministry, там есть адвокаты, там есть классы, которые вы можете пройти, образовательные классы, быть под защитой, адвокаты бесплатные, в Сакраменто есть американская организация, Shelter, куда женщина может уйти, там русскоговорящая женщина работает, если вы захотите, вы найдете себе защиту, проблема в том, что вы не хотите, вас это устраивает, или вас запугали в церкви. Хорошо, спасибо, Майя, спасибо за такую откровенную беседу, смелую, в любом случае, если вы не понимаете английского языка, или вам сложно найти как-то в гугле, это все, звоните, мы оставим контактный номер, телефон, имейл, фейсбук, Майя, и в любом случае она вам поможет. Спасибо большое. В Лос-Анджелесе, да, у нас есть организация, церковь, которая тоже заступается за женщин, пострадавших в домашнем насилии. В любом случае. Можно найти, да, информацию, можно найти, звоните в мой центр, телефон будет скинут, я могу озвучить, 702-640-6264. В любом случае, спасибо, кто ищет, тот обязательно найдет. Да, самое главное, не смиряйтесь с насилием, которое происходит в вашей жизни, или может быть, даже не насилие, а просто вы в депрессии, или ваши отношения в семье, как бы не имеют смысла, вы видите, что нету той любви, тоже обращайтесь в центр, у меня есть программа по выходу из сложно сложившихся отношений в семье, также я написала две книги, которые дают ответы на многие вопросы, там я писала эпизоды своей жизни, как я выходила из этого, и как сам Бог хочет вам помочь. Спасибо, до свидания.